Всем привет, с вами Ниагара. С вами Раф. Мы дошли до определенного момента в игре, пробежались по лабиринтам, в которых был пирамид Хэт. Да, небольшой босс, как небольшой. Босс в игре. Мы снова встречаем эту девушку. Достаточно сильный босс. Да, девушку встречаем, которая была на кладбище. И она называет вот это вот чудо Папа. Папочка. Поди Джеймс, давай. Второй выстрел, он ляжет. Смотри-ка. Бегай. Бегай. Сейчас, 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 сейчас. Раздухарилась, видишь? Что-то я не знаю, я почему-то нажимаю карту. Во, отцепился. Использую аптечку. Аптечку? Да. И перезарядиться мама. И перезарядиться. Да блин, мимо. Второй раз, давай. Есть. Все, беги. Уходим, уходим, уходим. Давай, Джеймс, беги. Иди, Форест. Еще один раз. Нет. А-а-а, черт. Я тебе сказал, еще один раз стреляю. А он слишком медленно это делает, понимаешь? Вот, чтобы выстрелить. Использую аптечку. Чтобы выстрелить второй раз. Сейчас. Использую аптечку. Мне жалко. Завали, да, думаешь? Думаю, завали. Господи. Ну, говно. Повалком, что делать? Такой босс, которого я почему-то прохожу с какими-то проблемами. Вот с этого глаз стреляется. Ай, нет, 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 нет. Подожди, нет. Нет. Я ему ненавижу. Я тебя отцепилась. А, то есть можно от него как-то отцепиться? Вот, да. Давай, Джеймс, беги. все неприятно что пришлось потратить столько 2 2 аптечки почему он раньше так не сделала когда он меня куца телевизором надо было могла бы запросто я чали бина и ай 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 аху Не торопитесь. Не торопитесь. Вы всегда любите меня. Вы не любите себя, вы, 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 не смыли меня! Вы, 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 вы не помыли меня! она так говорит. Я не знаю о тебе. Ты не хотела ее вокруг. Ты, наверное, нашел кого-то другого. Это невероятное. Я никогда... Анжела... Мы только что убили отца Анжелы. Который был преступником. Это отец представил в облике монстра именно Джеймсу, а Анжела видела своего отца. То есть она его не видела таким, как он? Она не видела. Да, она не видела его, как видел Джеймс. Так, у меня, по-моему, в этом направлении. Возможно, она видела просто призрака или человека какого-то. Ну, как вариант. И это ее отец, он ее насиловал вместе с братом. И она его убила ножом. И брата тоже завалило. Ну, мы, надеюсь, брата не встретим в таком обличье. Нет, брата мы не встретим. Ходячее одеяло вот это. Вот еще один персонаж, который убивал. Должен поплатиться за свои грехи. Поэтому он Сайлент Хим. Точнее, она. Это что? Простите, какие-то весельницы. Так, тут у нас загадка. Только безгрешный сможет помочь тебе здесь. Ага, ну здесь Сайлент Хили нет таких? Ошибочно дерни петлю преступника, и твоя награда вернется к тебе в весьма странной форме. Ааа, лучше не дергать ошибочно, да? Блин. Выйди из этой комнаты? А там, по-моему, еще какая-то записка, нет? Больше он ничего не прочитал. Нет, выходи тогда, иди в другую комнату. Ты сейчас вышла, по-моему, где мы были, нет? Здесь снова коридоры, я там просто тупо не могу. Там должна быть еще одна комната. Эээ, наручники. Здесь мы должны найти ключ от наручники. Не сможешь повернуть вентиля, пока не снимешь наручники. Ну вот вижу, понятно. Нам нужна дверь справа. Сейчас по карте посмотрим. Хорошо, что здесь по карте тишина. Мне хватило, знаешь, этого дяденьки в одеяле. Вот, дверь видишь справа, когда мы вошли только в этот коридор? Ты не зашла в нее? Да? Разве нет? Нет. Он не дорисовал просто комнату, потому что ты не зашла туда. Вот он. Хорошо. Я пошла обратно. Подожди, здесь... Это трупы. Здесь где-то должна быть загадка. Именно написано о них всех. Прочитай каждого. Да, блин. Там было написано, только попробуй дерни не так и все, тебе капец. Нет, ты не будешь ничего дергать. Ты просто подходи к каждому и смотри. Нажимаю. Этот человек обвинялся в поджоге. Правосудие и месть свершились. Поджог. Дальше. Ну, этот человек обвинялся в фальшивоманечестве. Хорошо. Фальшивоманечество, поджог. Воровство. Ты запоминаешь? Да. Поджог. Варшивоманечество. Воровство. Обвинялся в похищении. Похищение. Давай, давай, Джеймс, читай что там. Ну, не коннектится. Избиение. Так, и... Мошенничество. Так, подожди, а еще раз прочекай тех трех? Мошенничество, избиение. Вот это я забыла. Похищение. Здесь воровство. Воровство, фальшивоманечек и поджог. Поджог. А как ты думаешь, какой из невиновен? Невиновен? Так, ну поджог виновен. Фальшивоманечек виновен. Воровство виновен. Воровство чаще всего такое доказуемое наказание. Вот похищение. Похищение, избиение, это по-любому виновен. Ну, это как бы, есть доказательства, да. Мошенничество. Также виновен. Виновен. Мошенник. Вот этот чувак. Похищение. Ты думаешь, что он не виновен, похитив кого-то? Ну, это может быть, может быть, похищение, похищение. А кто? Ну, иди в ту комнату, где были петли. Вот точно. Вот. Фальшивоманечество. Поджог. Хорошо. Я знаю, буду думать либо вот на первый вариант, либо вот на этого. То есть, ну вот так. У меня совсем другое предположение. Ну, ты точно знаешь? Или это предположение? Давай, колись. Ну, ты сохрани сразу. Я сейчас дойду до комнаты. Сюда? Да. А здесь нет никакой подсказки больше. Вот подсказка тебе. Одна? А, вот. Он совершил ужасное преступление. Он превратил дом счастливой семьи в кучу пепла. Ага. Он виновен. Поджог. Из-за этого он должен умереть. Они также совершили преступление. То есть, двое. Они обманывали, запутывали других. То есть, фальшивоманечек. И... Второе какое было? Этот... Который похитил? Поэтому их награли тоже. А, запутывал. Подожди, обманул? Естественно. Запутывал. Даже он не может быть прощен. Мой друг без левой руки. Поэтому его смерть меня не беспокоит. Без левой руки? Что это значит? Мой друг без левой руки. Без левой руки. Возможно, там висельник без левой руки. И... Левая рука это воровство. За воровство отрубали руку. Угу. Это воровство. А что насчет него? Он тоже не безгрешен. Тут есть несколько... Только один невиновный. Вот это непонятно. Хм... То есть двое у нас остается. Пропавшего ребенка нигде не нашли. Ага, похитивший тоже виновен. Поэтому доказательств его вины нет. Его смерть была трагедией. Но, видишь, доказательств нет. То есть виновен или невиновен? Доказательств нет. Похититель? Да. Это все, что я хотела сказать. Это не было ни правосудием, ни возмездием. Похититель? Нет доказательств. Ммм... Страшно. Ты засеялась? Где? Нет. Не знаю. Ф1 нажала. Давай попробуем вот... Похититель. Да? Попробуй. Потянешь? И... Да. А такая сценка на каждой петле? Или мы правильно выбрали? На каждой. И че? Выйдет теперь в коридор. Ну, как бы со мной ничего не произошло. Мне там писали-то, помнишь, что если ты не так выберешь, то что-то прям тебе капец. Угу. И? Неправильно. Видимо, неправильно. Неправильно. Поджог точно виновен. Воровство виновен. Вот тебе скажу, что поджог невиновен. Поджог невиновен? Да. Почему? А по записке виновен. По записке виновен. Мне стоит потянуть вот здесь. Попробуй. Так, 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 так. Где я? Джеймс, давай бегом. А как ты догадался? Вот так вот. Магия. Так. И? Что должно было произойти? Выйди в коридор. Опять выйди в коридор. Подожди. Ха-ха-ха. Еще раз почитаем. Только безгрешный сможет помочь тебе здесь. Безгрешный, безгрешный. Ты должна войти в комнату, где висенники были. Сейчас? Да. Обратно вернуться? Да. Я боюсь. Они как висели, так и висят. Подойди к этому висеннику, который только что потянуло-то. Они такие страшные. Но этот человек обменялся в поджоге. Ничего не произошло. Поджог. Мне кажется, что это не он. Фальшивое манечество обманывали людей. Это точно там было написано грех. Вовраство, отрезана левая рука, он виновен. Нет, это, мне кажется, это похититель все-таки. Не виновен? Да. Похищение. Вот, я тебе с первого раза сказала, когда мы здесь потянули, что вина не была доказана. Ребенок пропал трагически. Идите, не похищение. Обменялся в похищении. Избиение. Это точно грех. И... И... Что-то там... Мошенничество, он обманывал людей. Все, точно грех. Идите, не этот... Первый вариант, который... А что они здесь? Откуда это появилось-то? Ну, из-за того, что неправильно дернули. А если я сейчас дерну правильно, они уйдут? Нет. Нет. Ну, первый вариант, мы с тобой догадались правильно. Да. Это было правильно. Нужно было сходить туда. Да. Надо было добежать. То есть, вот все-таки логика работает. Несмотря на позднюю ночь. У меня уже, видимо, не работает. И жесткую, страшную игру. Чуть настали. И логика все-таки срабатывает. Ты видишь, я научилась их отбегать? Вот. Правильный ответ. Да, я вижу то, что их научилась отбегать. Мери. Ключ преследуемого. И все? Бумага, закрывавшая лицо трупа, лежит здесь. Все, иди в ту комнату, где были наручники на замке. Да. Соседнюю там, да? Угу. Беги. Беги. Жаскач. Все, здесь юзай ключ. Так, хорошо. Юзы ем. Нет, сначала прочекай, потом юзы. Да? Это же Silent Hill 2, конечно. Сначала нужно убедиться в том, что ты подошел к тому месту. Теперь открывай меню. Так, где он? Вот. Открывай. Ключ преследуемого, да? То есть, который был виновен, но его преследовали. Ну, отлично. Отлично. Мы можем подкидать еще. Какой приятный звук. Особенно, когда еще берут вилка по тарелке скрипит. Обожаю, обожаю, да? Ага. Здесь он как-то, да? Какого лишнего? Где я? Беги. Это опять эти хоромы, пирамид головой. Хоромы. Беги. Я не хочу. Я не хочу. Господи, вытащите менять. Что там направо? Решетка. Дверь. Закрыта. Закрыта. Ага. А когда написано закрыта, это значит ключ под домом нужен, да? Возможно. Или бывает, знаешь, написано, что прям закрыта вообще все, не могу, либо закрыта, но с намеком. Найдите ключ. Итак, сцена. Мария? Мария? Жена? А, нет. Мэрия, у него жена. Мария, нет! Что-то опять все в крови. Что случилось тебе? Почему? Почему? Мэрия? Мэрия? Мэрия. Ну она уберла что ли? А сяберла. Ну как мы увидели, да. Ну ничего нельзя уж, дороже. Вот пройди теперь вот здесь должна быть открыться вот эта дверь, которая была закрыта. То есть мы ее нашли мертвой? Да. но ведь мы уже видели ее смерть и вот второй раз увидели и смотри его странные слова что он так переживал что как почему умерла и опять же он говорит мэри она напоминает ему мэри она похожа а то есть ее смерть напомнила ему о смерти жены возможно и он спрашивает почему это случилось кладбище чтоб вас прочитай все эти могилки там именно хорошо прочекать именно могильном камне слишком сильно стерто чтобы прочесть так значит другие прочитай попробую на другие важно быть должны быть именно эпитафия этот преступник выпил свою последнюю бутылку или перед казнью теперь лежит здесь в вечном покое за пьянство за это убивают но видимо что-то натворил и было это связано с алкоголем нужен пьяный сбил кого-то именно могильном камне слишком сильно стерто как мы говорили здесь на кладбище-то как мы говорили здесь на кладбище-то высеченное имя Мирьям К предательница здесь у меня знаешь такое ощущение что это городок просто каких-то преступников да здесь совершается правосудие в этом городе слишком сильно стерто там есть по моему патроны там есть по моему патроны ну это большая подмога то что там так сначала засейвся сходи подожди Уолтер Салливан просто знаешь ничего никаких слов просто Уолтер Салливан да это отсылка в четвертой части стерто и сейв и три вороты могилы свеженькие интересно для кого ну три ну ладно допустим одна для Джеймса а еще две для Мари и для для Эдди Эдди давай почитаем что там написано на могильном камне Эдди Дубровский какой-то Домбровский Дубровский Дубровский Ампула отличная неплохо восстановила свои потери я бы сказала Анжела Анжела А это Анжела не Мария Анжела потому что Мария видимо не убивала никого у нее нет преступления у нее нет преступления она просто здесь как оказалась в баре Джеймс вот это нам говорит о чем что видишь преступники Эдди он убийца Анжела она убила и Джеймс мы не знаем Джеймс тоже убил кого-то мы не знаем кого он убил но дело в том что для него вырыта могила как для убийцы Джеймс и смотри эти могилы закрыты а это может быть он об этом не говорит или не знает что он совершил что он убийца то есть это первый намек в игре на то что вообще-то наш Джеймс такой мальчик-то не совсем безгрешный мы же сначала не имеем понятия о том что что он здесь делает он пришел по зову своей жены он пришел ничего не понимающий свою жену по письму встречает каких-то людей и впоследствии вот так сюжет поворачивается что вот имена трех убийц то есть наш Джеймс тоже кого-то убил да и для него здесь уже приготовлено правосудие в этом так мы спустились в эту могилу в его могиле довольно таки чисто как ты побежал возьми возьми здесь дробовик даже не пистолет нет дробовик возьми ты меня пугаешь возьми дробовик я боюсь ну я звуков никаких пока не слышу ну беги пока вперед саленхилл очень любят такие длинные коридори не ведущие и мы никуда чего это ведущий во тьму осталось все красное я туда не хочу заходить ты мне сразу скажи там что будет у нас я боюсь ну там не будет монстра заходи точно да ну а зачем ты сказал мне взять дробовик ты сейчас убедишься в моих славах в моих славах какая то блин лаборатория Эйди он опять кого то убил Эйди ой что ты делаешь что это выглядит как он всегда бустит мои киевики вы макерия ты макерия вы не обожаетесь ты так даже мама не любит он может это ты может я не просто макерия макерия Но вы знаете, что? Не важно, если вы умеете, 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 все равно, когда вы живете, и вы не сможете ловить. И теперь, если кто-то смеет меня, я покажу их, просто так. Эдди, у тебя пошли? Я знал! Вы тоже! Вы просто как его, Джеймс! Эй, я не имею в виду ничего. Не волнуйся, я понимаю, вы уже смеете меня все время, не вы? Сначала мы встретились, я убью тебя, Джеймс! Чёрт! Ты сказал, никого здесь не будет! Офигеть! Ну, из монстров, никого тут не стреляй, просто у него с дробовиками. Ещё стрелять. Вообще бесполезно. Проверь свою жизнь. Он такой взял и подобрал. Патроны для дробовика. Патроны для дробовика. Патроны для дробовика. Стреляй. Хорошо. Просто стой на месте и стреляй. Да он попадает в меня. Ещё стреляй. Он в меня попал очень много раз. Это жесть какая-то. Причём, видишь, от него даже бегать, по-моему, бесполезно. Так... Ну, здесь убил несколько человек. Даже ни одного. Смотри, два. И опять мы убеждаемся, что он убийца. Четыре. Четыре человека. Хотя он отрицал то, что он не убийца в отеле. Угу. Странно. Комнатка я туда не хочу идти. Надо, да? Да. Здесь опять он сейчас появится. Его надо будет... В него надо будет стрелять и бегать. Укроваться за туши. Там туши, помню. Да. А, использовать дробовик? Да, использовать дробовик. Блин. Ну, я не знаю. Где сейф? Здесь нет сейфа. Смотри, не дали сохраниться. Давай. Заходи. Да я знаю, что с удовольствием ввольную этого эти. Он противный. Он такой, знаешь, мерзкий-мерзкий убийца. Что? Что это делает, James? Блин. Блин. Не держи меня, James. Теперь укрывайся за этими тушами. Ты и я все равно. Мы не будем в них. Потом выходишь и стреляешь по нему. Ну, такая тактика. Стреляешь. И прячешься. И прячешься. И прячешься. Ну, я в него попала, попала. Давай, бегай. Да, попала. А, он за мной бегает. Стреляешься за туши. А ты видишь, как он быстро землю бегает? Да, да. Не такой уже журдяй. Где он? Ах, ты чёрт. Спортсмен. Комсомол. Кажали, James. Кажали. Мне кажется, у меня James медлительнее, чем он сам. А это? Сдикся. Ещё раз? Да. Ну, может, выживем. Сколько ему нужно выстрела? И я не знаю, сколько ему нужно выстрелить. Ну, достаточно. Давай. Вот сейчас хилимся. Не успел, не успел. Побегали. Побезжали. блин мне жалко этих аптечек вон он смотри забаговался мне перезарядиться надо а может винтовку возьмем издали его будет стрелять он не 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 подожди возьми винтовку он забаговался все берем винтовку возьмем винтовку и стрелять издали нет отойди немножко направо провели я боюсь что он побежит тогда сейчас меня увидит ах ты гад да блин ты посмотри куда стреляет джеймс ты видел что-то такое смотри сколько у нас патронов на винтовке винтовка дата дробовик 12 значит возьми дробовик я побежал задали не стреляет а в тушу где он так господи он вот чем он просто дубасит или ну что возможно наш ну что он так подбегает и это но самое стрёмное сражение на него я стратила много хилок 5 магазинов его выпустил я дейл да там столько выстрелов сделал он должен был от второго же умереть или от первого так он из дробовика ему в грудь стреляет вообще в упор и он выжил что прямо это все гамбургеры про слой виноваты дичьевые литта истрию сика на забылся вопросом джеймс ты реально умерла а чё в этом ничего не оставил что-то необычный такой вопрос иди отдай что-нибудь он даже его не осматривает представляешь а туши кстати кого вот это чё такое чуть через туши внутри какие-то уши но на что это похоже не знаю вообще жесть он сможет водный может ну ничего у него ничего нет он просто смотрит на него как на объект учете даже нигде никаких патронов жаль я потому что мне прямо жалко этих аптечек и столько все выходи туда и там закончим но говорю там ты не бойся ты возьми дробовика там нет никого там я имел ввиду то что тут люди нет монстров да иди похуже всяких монстров видел как он в упор меня расстреливал еще ты кучу там ножом или кулаком были сейчас мы дойдем до лодки здесь должна быть вот ты проверь водка ты проверь туда сходи сначала туда сходи сюда сзади где ящики вон туда сходи проверку штатчик пойдет ничего не лежит здесь нет ну все значит туда беги противоположит ну радует меня знаешь то что мы вылезли из этих подземелья здесь мы можем записаться да и нас ожидает уже последняя локация серьезно до последняя локация я думаю у нас впереди еще у него не остался отель маяк вот тут маяк и отель маяк был в первой части тоже был такой некий ты сейчас должна плыть на свет мне нельзя давать средства управления да я в этом увиделся не надо пожалейте джеймса ладно я постараюсь для нужно будет сейчас найти свет и на него плыть в общем там задача вроде бы не из самых сложных сложнее было иди вольнуть так найти свет то есть я сейчас вообще ничего не вижу мне нам просто подплыть до куда-то тебе надо кружить и искать подожди а у нас а мы просто нет лодки тебе просто надо найти источник света маяк ты крепи я грибу ну как-то он очень медленно это делает мы можем как-то ускорить процесс и поворачивающий маяк я на самом-то деле поворачиваю только видишь он даже оборачивается просто на картинке кажется что я плыву прямо только на самом деле я разворачиваю водку вот нужно найти свет видишь плыву прямо потом вот мы поворачиваем но я не вижу врачом поворачиваем 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 даже никакого маячка под гребем может немножко вообще вот где это должно быть понятно что нужно найти свет как ты это понял скажи вот я вижу здесь не было нигде это прописано сказано что вы должны гребсти на свет просто начинаешь плыть и кругом туман что ты должен думать в этот нет но вначале показано то что маяк и он светится можно сразу догадаться то что нам надо туда и он видит лодку можно будет на маяк ну вот ты опустился в лодку кругом туман и как это понять что поворачивая ищи этот цвет я тебе знаешь что скажу не сильно логично эта игра местами просто вынос мозга никаких подсказок что ты должен делать и вообще твоих действий как бы нигде не не ориентированно понимаешь ищите сами да то есть ты должен вот просто как-то как-то сообразить сойти с ума и понять сайлент юх стать таким же чокнутым как все здесь в этой игре но он бы не был таким интересным из-за этого не зря у него миллионы фанатов вообще ради сюжета можно и подумать но вот когда ты наверно проходишь второй третий раз ты уже все знаешь она наверное даже интереснее и проще это мере а потому что ты уже знаешь что ждет тебя в впереди да и что ты должен делать в этой игре потому что как сказать действия в этой игре они сильно отличаются от обычного геймплея других игр прямо тогда действительно сильно отличаются и какое-то рациональное мышление здесь полностью отключается потому что блин это грёбаный сайлент hill и все нелогично и понять сюжет до конца с первого прохождения окажется невозможно осмыслить полностью вот всю задумку этой игры но это японцы то здесь нужно все равно почитать это обзоры пройти пару раз эту игру и тогда ты откроешь для себя наверное весь смысл и все характеры весь сюжет только тогда не сходу не с первого раза так мы приплыли так это глава и будет называться часть мы приплыли картина репина джеймс чайник смотри заварочный руки так поставил заварочный а он здесь и так ватсон да он здесь был женой вместо ничего не изменилось ну поскольку она нифига не изменилось мы наконец приплыли надо часть заканчивать давай здесь закончим да всем до скорого всем пока пока пока